Привет, друзья! Хочу рассказать вам сегодня одну такую интересную вещь, так как часто вы все-таки спрашиваете по поводу того, какой тренинг все-таки лучше и в плане оздоровления, и в плане получения результата, неважно какого, будь то мышечная масса, рост ее увеличения, гипертрофия, или же мы говорим о жиросжигании, или, что в большинстве случаев все-таки самое распространенное и приемлемое, это оздоровление. На мой взгляд, друзья, я всегда вам говорил, что разумный подход к тренингу, он всегда предпочтительней обычного подхода бездумного, так скажем, и что значит бездумного? Это в первую очередь значит тренироваться, как считает большинство. хит. Все мы считаем, да, что чем тяжелее мы тренируемся, чем меньше отдыхаем между подходами, упахиваемся, потеем, страдаем, то тем это лучше. Но на самом деле, друзья, если вы задумаетесь, и даже с научной точки зрения, то мы с вами ошибаемся. И этому есть простое научное объяснение. И даже недавно были произведены большие, очень масштабные исследования. Так вот, что они показали? И что они объяснили? Когда мы с вами тренируемся вот в таком режиме хит, как это принято там в кроссфите, в других идиотских программах, ну, по-другому я их не назову. Мы с вами и потеем, да, сильнее, и считаем, что значит мы очень круто тренируемся. А почему это происходит? Все вы знаете прекрасно, что организм, он старается поддерживать свой гомеостаз. Что самое важное для организма, для нашего с вами? Это, естественно, сохранение здоровья и жизни в целом. Так вот, когда мы с вами тренируемся настолько, что температура тела, мозга в том числе, очень сильно повышается, то организм направляет все свои силы в первую очередь на то, чтобы опустить эту самую температуру. И, естественно, ни о каких других процессах речи уже не идет. Проводился очень классный эксперимент, когда, а надо сказать, вот еще какую вещь, есть такая вена, скажем так, которая идет напрямую, питает кровью мозг. А одна есть, которая идет непосредственно уже к коже, которая именно как раз таки и служит для того, чтобы, если наш мозг перегревается, то больше крови направляется именно уже к коже. Когда мы тренируемся с вами в режиме где-то 70%, да, вот наших возможностей, там максимум 75, то как раз таки происходит вот эта полезная тренированность. Как только мы перегибаем палку, температура, естественно, повышается очень сильно. А мы с вами эволюционно чем отличаемся от большинства животных? Многие об этом не задумываются. А именно тем, что мы очень круто приспособлены к термодекуляции. К примеру, мы по пустыне можем бежать там в небольшом темпе целый день, грубо говоря, да, и организм будет подстраиваться будет охлаждаться. И даже если взять, к примеру, ту же лошадь, в плане выносливости человек выносливее лошадью. Естественно, речь не идет на короткие дистанции, речь идет о продолжительности какое-то выполнение работы. Так вот, в плане эволюционном мы превышаем всех наших животных именно вот в этой характеристике. Поэтому, друзья, когда мы с вами пытаемся как-то интенсифицировать нашу тренировочную рутину, тренировочную программу, мы себе на самом деле вредим. Хотите пользу? Быть более здоровым, чтобы ваши тренировки носили оздоровительный характер? Хотите, чтобы проходили процессы жиросжигания, чтобы увеличивалась мышечная масса? Тренируйтесь грамотно. Что это значит? Это значит, не доводите себя вот до такого состояния дебилизма, которое происходит у нас с вами, когда мы работаем по кроссфит-программам или по хит-программам. Что это значит? Это когда мы работаем, выполняя подход за подходом, упражнения за упражнением без отдыха. Это самое тупое, что только могло быть придумано. Поэтому я не сторонник различных вортексов, там, X-game. Это все очень и очень не здорово. Кстати, еще интересный факт из того исследования. Такая работа, она повышает интеллект. Я не знаю, как это колерируется именно вот в обе стороны. Может быть, просто интеллект выше у тех, кто занимается спортом, кто следит за своим здоровьем. Но факт остается фактом. В плане выносливости. Чем мы выносливее, друзья, тем мы с вами интеллектуальнее развиты. и естественно, если говорить о силе, то здесь тоже есть определенная связь до определенного момента. Пока мы развиваем силу, мы действительно тоже интеллектуально развиваемся. Но когда мы уже тренированы и сильны, и дальше процесс, к сожалению, роста интеллекта не происходит. Но опять-таки это показывает и говорит о том, что тот, кто занимается физическим упражнением, движением, тот априори получается более интеллектуальным. Изначально либо станет им в процессе. Так что, друзья, всегда нужно думать головой, как я вам и говорю, учиться, еще раз учиться. Я постоянно слушаю различные интересные программы на YouTube, научить поп, мне очень нравятся. И даже те, которые не связаны со спортом. Вот такая информация встречается очень частенько, полезная для нас. Кстати, еще один очень-очень интересный медицинский с точки зрения физиологии факт, который показывает не скажу мою теорию, но вы знаете, что я ее придерживаюсь. Почему упражнения со свободными весами предпочтительнее упражнений в тренажерах? А все очень просто. Что у нас отвечает за координацию нашего движения всего? Все вы знаете, да, какой отдел мозга? Можжечок. Так вот, друзья, скажу вам один факт, кто умен, кто обладает интеллектом, а я знаю, что все вы, кто смотрите мой канал, интеллектуально развитые люди, иначе вы бы смотрели какие-нибудь развлекательные программы. Так вот, 50, больше, скажу, больше 50 процентов нейронов мозга, друзья, находятся у нас в мозжечке. вот и делайте выводы. Я уверен, что большинство из вас из одного этого факта поняли уже, почему база со свободными весами всегда будет лучше и предпочтительнее, чем работа в тренажере. А кто не понял, друзья, вам следует насторожиться, задуматься и начать развиваться. Знаете, был еще такой очень интересный эксперимент, что, кстати, тоже мне очень нравится, но я понимаю, что большинству людей он не подходит. Лучше всего процесс обучения и, что самое главное, понимание происходит следующим образом, когда вам дается заведомо не совсем точная правильная информация, но говорится об этом, либо когда задается вопрос, но ответ на него не дается. вот тогда пытливые умы начинают сами искать эту информацию, находить ее, изучать ее, а это гораздо ценнее и для вас, потому что вы потратите, затратите определенное время и усилие на то, чтобы изучить интересующую вас тему, найти, поднять, открыть, раскрыть для себя этот вопрос, который вас мучил, волновал, да, ну, и еще, что самое главное, сам процесс отложится у вас в голове, вы потратите больше калорий и получите от этого массу удовольствия. Друзья, мне очень приятно, что вы смотрите, пишите комментарии, ставите лайки, это большое дело, мотивационно для меня продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь, поэтому не скупитесь на похвалу в виде лайков, комментариев, репостов, делитесь моими роликами, пишите, нравится ли вам, чтобы я делал какие-нибудь такие отвлеченные или околоспортивные вопросы освещал, потому что я люблю порассуждать на разные темы, а я знаю, много людей пишут мне, что что ты занимаешься херней, давай нам конкретно какие-нибудь программы, советы, рекомендации, но я не согласен с такими людьми, потому что интересен процесс познания, по крайней мере, для меня, и мне кажется, что интеллектуальному человеку интересно поднять какой-либо вопрос, услышав на него различные варианты ответов, да, и подходов, и взглядов, и изучая этот вопрос, материал, прийти к какому-то своему пониманию. К сожалению, что мы с вами часто видим, и о чем я всегда говорю и пишу в своих книгах, статьях, говорю в видеороликах, знания не всегда есть, друзья, понимание. Отсюда вот и растут ноги у большинства проблем. Но я уверен, что вы не такие люди, и вам все же интересно иногда послушать, каким мыслям, выводом прихожу я, изучая те или иные темы. Потому что я понимаю, что не у каждого человека, особенно у современной русской женщины, которая тащит на себе весь мир, детей, мужа, тренируется еще находить время на изучение каких-либо дополнительных таких вопросов. Все же проще послушать уже что-то, кто что говорит об этом. Поэтому, друзья, не забывайте писать ваши вопросы в комментариях, какие темы вы бы хотели еще обсудить, что бы вы хотели услышать от меня на тот или иной вопрос по тому или иному вопросу. И неважно, это касается тренинга, питания или еще чего-то. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале уже скоро. Всем пока. А завтра я выезжаю в Майами, под Майами, где послезавтра мы со Стефаном Диасом идем в Меку американского и мирового ММА American Top Team. Стефан вроде бы пообещал, договорился, что там будут звезды бойцовского мира. Поэтому, если кто-то интересуется боями, без правил, условно говоря, если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в стационарных постах мне или Стефану и то, что вы бы хотели, чтобы мы вам показали, рассказали непосредственно в American Top Team. Всем пока, друзья. Спасибо за то, что остаетесь на канале Heavy Metal Gym. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok